Сегодня было богослужение, по труду считается единственным в году, полностью канон Андрея Критского. Поклонок, я даже не считал сколько, ну не меньше трехсот, по крайней мере так. Завтра разрешается вам растительное масло. Это единственный раз в году, вот в одной семье, вот муж ваш не ходил, а вы ходили, а оба верующие, ему нельзя затроить масло, а вам можно. За то, что много, сегодня вы кланялись, трудились, и организм ослабевает. Я вот в этих маленьких таких заметках особенно вижу любовь собора, церкви, щадом своим. Вот нельзя сейчас масло, зело престарелый, зело млад, болящий, роженивается, разрешается масло, вино. Видите как? Завтра разрешается вам, всем, кто сегодня был на богослужении и молился о растительное масло. Завтра ты уран будешь, как именинница. Второе. Я говорил сегодня о Марии Магдалине и Марии Египетской. Когда кланитесь, Мать и Мария, моли Бога о нас. Она Мария, Мария, это умом тыка, обращайся к Магдалине. Мать и Мария. Египетская она не была матерью, тут уже стопроцентная неправда. Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Другого рождения нету. Ну как родить-то, говорит? Павел говорит, я родил вас, он отец. Кого родила Мария Египетская? Она одного единственного, Засиму чуть не увелась в монастыре, он за ней уже пошел и забыл, где монастырь. Кого она родила? А Мария Магдалина обратила людей, как говорят, от нее там и императоры все слышали где-то. И такой образец, просто нельзя ни одного слова добавлять, как будто ее нигде не было. Или какая-то подделка была. Вот я даже думаю, ну не может быть, чтобы это не видели-то. Как это можно, Марию Магдалину забыть, а эту, каждый великий пост, полностью житие в церкви считается ее. И притом ни одного подражателя нет. И она не матерь, она не евангельская. И нету шага одного, даже полдня она не прожила по Евангелию. Мы раз двадцать поем. Матерь Мария, моли Бога, нас раз двадцать поем. Да, так Матерь Мария, это речь идет об Египетской. Скажите, кто на машине приехал сегодня? Так, раз, два. Так, мне вот эти вот, сестры, зайди сюда, что стоишь-то? Как-то надо их размести. Определимся, определимся, Игнать Тихонович. Определимся, говорю. Да, чтобы остановить, Надежда Васильевна, отдохните и завтра пойдете домой. Ну просто прошу вас. Так, а тут это, братья довезут до остановки, развезут. Так, Игорь, подожди. Надежда Павловна пошла, я умолял ее, не ходи. Пошла, поскользнулась, упала, и больше она не встала. Так и ушла из жизни. А я ее уговаривал просто, ну не ходи, езди ночевать, тепло. Ну сами подумайте. Домой. Я уж вас знаю. Так. А остальные, хоть не знаю, хоть как-то, Сергей, пешком доведите до остановки, чтобы ни один не остался здесь беспризорным. Хотел кое-что сказать я? Так, сейчас, подожди, еще маленько. Ты знаешь, подойди поближе сюда, чтобы я тебя не кричал. Павел, сядь сюда. А я слышу нормально. Нет, ты подойди, сядь. Ты мне нужен здесь. На, бумажку в руки, сядь вот сюда, средо мной. А, вы имеете в виду? Иди, иди сюда, иди. Так, кто хочет говорить, тому я дам. Вот, Пащенко, вот это вот. Это вот, Пащенко, Володя. А ты вот сядь сюда, маленько как в груди, вот так подержи, чтобы тебя видно было. Кто ты такой? Вот. Давай, что ты хотел сказать, потом я скажу. Говори. Значит, знаете, как у нас бывает. Господь как-то людей к нам наносит. Вот сейчас вот Борис, вот у нас молимся уже за Бориса. Кто не молится там, молитесь, Борис звать его. Человек желает спасения. Ну как-то кто к нам привел. А у нас был такой Саша Дмуха, помнит кто, да? Да. Ну вот Саша Дмуха очень сильно захотел о себе напомнить. Что он напомнишь? Да, и через Костю Дмуху вышел на меня. Попросил у Кости, говорит, знает твой вспыльчивый характер. Марина говорит, что ты его через трубку по уху, что ли, ему шлепнешь? Или что он боится-то? Чтоб сам побоялся мне позвонить. И через Костю, значит, обращается ко мне. Можно ему позвонить мне или нет? Я говорю, ну пускай звонит. Что он там, желание какое у него? Думаешь, о чем он будет говорить? И он сегодня позвонил в 12 часов дня. Позвонил и начал такую беседу. Огромное желание у него побеседовать не с вами. Вы уже старый человек, уже выживший из ума. А с молодежью надо беседовать обязательно. Побольше, говорит, собери, и мы, говорит, тему выберем. А тему, говорит, я хочу выбрать о Валааме. Ты же, говорит, там что-то выступал, сказал, что Игнат Тихонович это Валаам. Вот, говорит, я, говорит, сейчас это, ну, будем доказывать, что именно как раз он и есть Валаам тот самый. Который, это, колдун там и так далее и тому подобное. Я говорю, и он, главное, таким елейным голосом, голоском, а я сразу, говорит, это Саша от Муха. Я говорю, заблудшая душа, говорю, что тебе нужно от меня? Я говорю, что ты, говорю, меня-то, говорю, выбрал. Я говорю, для чего? Он, ну, начал там разговоры вести, что вот, вы же, вам надо возрастать духовно. Я говорю, ну, только от бесов, говорю, нам и знать, говорю, что нам делать. Я говорю, Христос сказал, говорю, сразу, даже бесы будут правду говорить, отгоняйте их. Я говорю, а ты тут мне начинаешь говорить. А он таким елейным голосочком, все. Я говорю, я вижу, ты изменился, говорю. Я говорю, есть степени пьяных, знаете, их. И такая же степень, я вижу, бесноватых есть. Он был такой ярый. Я ему начал напоминать, как он, как ты, говорю, всех материл, да как ругал, говорю, все это. Как ты поносил все. А сейчас, говорю, что-то ты таким елейным голоском запел. И с нами разговаривать можно и так далее. Чем, говорю, это мы, гнев на милость-то ты сменил? Что такое? Что, говорю, в юридических институтах научился, как правильно с людьми разговаривать нужно? Или что? Я говорю, ты знаешь, почему злодеи злодействуют в злодействе? Потому что злоба, говорю, их от сатаны. Я говорю, ты, видать, решил мою душу в ад затащить, говорю, тебе своей мало. И еще хочешь побольше братья взять? Он, ну, если ты не можешь, если ты там боишься, ну, там, если ты такой трус, тогда там, может быть, кто-то еще захочет со мной поговорить. Я говорю, здорово живешь. Я говорю, ты, говорю, уже князь мира сего. Ты, говорю, царствуешь уже, ты уже причастие раздаешь. А мы-то сирые и убогие. Как попали-то по твою десницу? Эту неблагонадежную. Ну, в общем, вот так вот он долго уговаривал меня. И всячески раздаю. И таким нерейным голоском. Я говорю, ты очень сильно изменился. Я говорю, ты еще больше возле возрос. Я говорю, неимоверно. Жалко детей твоих. Ну, не знаю, я с батями поговорил. Братья говорят, а может, ты неправильно поступил, что не согласился с ним встречаться. А одним воздухом дышать с ним уже отравлен больше. Он как змей. Я ему говорю. Он попирал все заповеди. Седьмую заповедь ногами попирал. В чужие земли влазил. У него ни к порошинке совести нет. Еще нет. Он сейчас ищет, где что поглотить, схватить. Больше ничего не понимает. Еще не надо. Не надо. То есть, там ничего нет. Там даже гнилого места нет. Трупный яд. Ну, я так ему и сказал. Человек у баптийства пошел, от православных-то. И там я лишился всего. Ушел с отделенными. Отделилась группа. И от них ушел. И один. И сейчас взял хлеб, ломает, обманывает людей, что он причащает епископ. Да главное верят еще. Обманутые. То есть, у него никаких нет, ни грани, ничего нет. Где-то там, в преисподней, за Паном Авероном и Кореем. Ужасно. Ну, в общем, я ему все это сказал. Все ему, все высказал, что мог. Все рассказал. И ведь и как после первого, второго, время обличения. Отвращайся, а не подходи. Не подходи. Я говорю, когда-то, ты был очень дорог нам. Любовь моя к тебе просто безмерна. Ты не представляешь, как я часто о тебе вспоминаю. Он, а я о вас. Я говорю, ну, раз ты мне позвонил, понятно, что ты думаешь о нас. Только говорю, в каком контексте. Рыщет сатана. Как поглотить? Однозначно. Рыкающий. И все время, ну, наверное, трусите со мной. Трусите встречаться. Трусите все. Я говорю, какие ты речи ведешь? А вот возьми. Когда Алия уже, император, повелел вывести. А в это время патриарх был, там, епископ Александр. Он просил только одного. Господи. Император назначил мне встречать его. Лучше бы мне умереть, чтобы не видеть его. Даже не видеть. И Бог так и сделал. Он вышел и умер, чтобы его не видеть. Оскверняется взор, оскверняются все органы, когда ты слышишь на него. Он все слышал и все поправил. Все. Для таких нет жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня. Готово пожать противников. А не за святыню кровь, не духа благодати оскорбляет. Крещен был, все поправил, абсолютно все. Его не баптисты никто нигде не принимает. А когда там она увяз в грехах, крестный ход против него сделали. Не знали, что там, дегтем вымазать ворота или что убрать его. Он просто дракон. И вон в это время кинулся тут, Феодорит был, Архимандрит, в монастыре. Я с ним встретился, говорю, а что за человек у вас был тут такой вот этот? Я говорю, он к нам никакого отношения не имеет. И все началось с чего? Потом, только я уже узнал, интересно, вот как у Бога все вымерено. Он у меня дар слова был. Его снабжали, ему деньги выдавали, я его литературой снабдил. И он по соседним где-то деревням встречался. И оттуда заезжал еще, жили в Корчино и Глушково. Это потом они мне все передали. Вот у Бога как все выверено, интересно. И он лежал, вернулся, и его задача была, как вывернуться из-под Игнатьев. Какое отношение? Он совершенно один, там, где-то. Я говорю, ты, я буду собирать, а куда ты поведешь их? Людей-то надо, чтобы было тебя. Ну, это то другое-то. И у Гали. И теперь он Галю прищищает. Рано или поздно, коготок увяз все птицы пропасть. Он у ней там был. И когда вернулся, батюшка говорит, ты вот ездил, ну, где-то там был. Ему даже мы платили за это дело. Платили. Это единственный человек у нас был, которому платили за его работу. Собирали деньги ему, когда он ездил по этим. Вот. И что получается? Батюшка говорит, ты маленько напиши, с кем встречался, как что ни одной буквы так и не написал, ничего нет. Был он где, ездил ли, встречался ли, ничего нет. То есть совесть полностью сожженная. Это вот набраться такой наглости и звонить тебе, это... Я так и сказал. ...беспредельно. То есть, тут уже не на что посягать. Ну, я садил, позвонил бы какому или там... Я ему сказал, дерзо себе. ...новому человеку или маленькому юношу. Ну, кого? У него уже ни соображения, ничего нету. Последнее было у него, он там какой-то маленький тополек рос. Ну, он прямо в деревне был, там дерево было. Подошел, у батюшки просился. Батюшка говорит, не надо тут. В деревне это зелень все-таки. Он, фу, когда вы, Лапкино, передохнете, дождусь я. Батюшка говорит, ты все плевки потом собирать будешь здесь. Ты бы прюнул перед мулой, тебе бы голову на штакетник повесили. У него ни понятия о чести, о совести, ничего нету совершенно. Почему? Лучше бы не познать путь истин, неже под наш, а возвратиться назад. И берет всем злейших и вселяет. Это конкретно прямо про него. Ничего нету, семьи разрушал. Никакого понятия о нравственности нету. По мусульманским законам он достоин смерти был. В чужим зонам полез. Утоп в грехе. И теперь бессовестно вылазит и еще поговорит. Я по милости Божьей, когда идешь, он где-то еще старается. Ни одного слова ему не сказал и не тронул. Но раз уже вылез, я обязан был сказать. Не надо играть в любви. Писание определенно говорит, не прикасайся к такому. Ибо одежда скрылена плоти. Именно вот про таких и говорится. Даже одежда его не должна нигде быть, чтобы рукой не прикоснуться. Вот как. А не то, что там говорить, дай, дай, своими руками заколи. То есть у него там ничего не хватает, он ездит. И там кто? Евгения Дмитриевна знается с ним у нас. Все попрало. Ничего не надо, ни священства, ни церкви, ничего не надо. А у нее сын Миша, уж не скажешь там такое глубокое. И то говорит, уж с мамой поговорить, она совсем-совсем потеряла, там не устояла и прочее. Ничего нету. Выщищено, как будто никогда ни веры не имел, ничего. А ведь она верила, она ездила с нами на благовестие. Ты не играй этим. Писание определенное говорит, не прикасайся, не разговаривай, не подходи. У него все отравлено. Хорошо, что ты начал говорить. Ну, я не имел других никаких намерений. Так, я вот говорил, что развести сейчас сразу, чтобы все вышли, определенные были. Кто-то пешком дойдет, если не водите. Но я хотел сказать, чтобы крепче молились о душе этого человека. Потому что потерянный... Нет, я в общем говорю, а он на молитве не идет. Потерянный напрочь человек. Молиться, молитвы нету. Может, папа не молиться-то? Отступников, вспоминающих. Ну, чтобы в ад не попала в душа хотя бы. Потому что мы не можем сказать, что он бес. Но я ему сказал, говорю, я говорю, ты, говорю, до беса чуть-чуть не дотянул. Я говорю, ну, с ними в обнимку, весь облепленный имя ты ходишь. А он уже, это, раньше все время посмеивался, всегда, все время, а теперь он не посмеивается. А вот этот кашель, как у Виктора Андреевича, такой, постоянно. Это признаки беснования. Постоянно. И все время гигикал, гигикал, и все. А то он говорит, рот развивает, смеешься. Не думаешь, что демон вскочит в тебя? Вот весь ответ. Ну, ладно, рота между делом коснулась. Да, между делом. Сегодня мы, по милости Божьей, побыли здесь. В пятницу не забывайте, все, кто на занятия ходит, пожалуйста, приходите. Вы слышали, какая трагедия это была? Воскресенье. Воскресенье отмечали на озере Севастии 40 мучеников. В воскресенье на Байкале утонул сын Януковича. Президента, который бежал с Украины. А о нем все отзываются хорошо, он нигде не участвовал. Ну, любил гонять на машинах, там разные трали, там где-то и прочее. Ну, и какая-то у него, как в виде автобуса, как микроавтобус, там были люди. И по Байкалу, а тут тоньше лед, лед трещит, и он подумал, что я проскочу, и там будет опять твердый лед. Но она не проскочила. Машина пошла и наклонилась на тот бок, люди все выскочили, даже ноги не замочили. А он ушел с машиной. И, видимо, отстегнулся там, ну, как, предположительно, милицейские сводки. А вырвался, вроде, под лед. Он дальше не мог выйти-то. Ну, и водолаза там, видимо, достали. Тоже Виктор звать, Виктор-младший. И тот президент Виктор. Все равно, кто бы он ни был, все равно жалко, душа уж так бедная. Вот это любить машины. Я люблю машину, и везде ты гоняешь. Рано или поздно для тебя гирька где-то уже есть. Ты люби Господа, а остальное постольку, поскольку мне это нужно. Аминь. И везде все гонял, там медали какие-то собирал. Ничего не надо, как будто не жил. Приятные наружности. Видно, что человек миром этим жил. Но теперь припоминает, иногда он заходил в храм, и уже отпели, все как положено. Простите, забыл, сегодня Валентину я помянул. Это мама моя едет сюда. Да, она завтра приедет в обед. Одна? Одна едет, да, она сюда, дом оформлять. Я закончил ремонт с помощью брата. Все, у кого что есть сказать? Еще нет, уходим. А Валентине, пожалуйста, помолитесь. Уходим. По славу Богу, слава Христу. Так, кто может, как? Братья, развезете сестер? Надежда Васильевна, уговаривай. Так, кто хочет, приходите, у меня тепло в квартире. Я натопила печку, все тепло. Коля, все есть. Да, приходи. Я, дорогие, я, здесь Николаю. Все с тобой не дойдет.